Кошмар! Сюр абсолютный! Может быть и в стратегические успехи на фронте. Все это показывает украинская армия и поэтому пропагандистов требуют, чтобы Россия сосредоточилась. Вызвали кого? Маргариту. Надо делиться. Сейчас настало время. Заработал, отправь на фронт. Еще чуть заработал, еще чуть отправь на фронт. Должен быть такой внутренний налог. Ты за победу, за справедливость, за милосердие к этим людям давай-ка. Хватит служить только мамоне. И тогда Господь должен нам помочь, если мы оправдаемся перед ним. Последнее время российские пропагандисты стали частенько апеллировать к Богу. Им это не поможет, их ничего не спасет. Только ГАГа, только трибунал. Значит, естественно, делиться нужно призывать. В чем? Правильно. В платье Дольче Габбана. Извините, это не оно. Хотя это тот случай, когда телефоны можно не замазывать. Прямиком в черные мешки. Платье Дольче Габбана, которое носит Маргарита Симоновна. Я, если честно, не против богатых людей. Совсем не против. Мне просто кажется, что это двуличные СУКА, которая считает, что ей делиться не обязательно. Наверное, девушки, которые смотрят это видео, сразу отметят, Рома, у нее рукава есть на платье, а на той модели, которую ты тут всем показываешь, нет. Но специалисты из этой сферы мне сообщили, что это фирменный принт Дольче Габбана. А у них там вообще-то, понимаете, почему они на это давят? У них там скандал. Значит, произошла история, что в Москве группа ребят отпраздновали день рождения, пригласили Тимати, выпили шампанского кристалла на 11 миллионов рублей. И от этого начала рвать на российских солдат, которых пока еще не распределили по пакетам. Хотя, все будет. Обязательно все будет. Педагоги все бутылки с шампанским засунули в одно интереснейшее место, а также всем контролирующим органам, которые позволяют все это делать. Вот скажите мне просто, вот сколько это блядство будет продолжаться, вот этот ваш пир на костях в этой ебаной Москве. Это вещает Егор Гузенко. Он проходит у них как блогер 13-й, а вообще там российский оккупант обыкновенный, легитимная цель, и рано или поздно его укокошат. Но он, получается, один из немногих, кто продолжает транслировать вот эту вот пригожинщину, мол, нужно было идти до Москвы. Ребята, что вы делаете на территории Украины, когда в центре вашей столицы, да еще и в Питере, и в других крупных городах, пока вас минусуют нон-стоп украинские хаймарсы и не только, народ там живет на широкую ногу. Ну, кстати, у него в телеге не хочется рекламировать, но есть эти видосы, где парни с большим удовольствием употребляют шампанское. В шампанском что самое главное? Чтобы это был брюд, никаких дольче. Вот честно, без пилотниками ебать не туда нахуй, блядь, надо ебать по этим ебучим клубам, блядь. Желательно, блядь, в субботу, блядь, и в пятницу. У нас там законы, блядь, борьба с ЛГБТ. Да че вы к мать, блядь, в вашей Москве, блядь, в вашем Петербурге куча ебучих гей-клубов. И вот наступил момент, когда солдаты российской армии солидаризировались с дронами ВСУ и говорят, бомбите Москву, бомбите Санкт-Петербург, может быть и прислушаемся. И чего нам делать? Залужный россиян растянул максимально, сколько это можно, начиная, уже можно говорить, от Вышек-Бойко и до Купинска. От Вышек-Бойко и до Купинска. На таком шпагате, ну там точно все порвется, все, что есть. И, так сказать, где-то порвется быстрее или надорвут уже наши войска этот шпагат в тех местах, где запланировано. Вот мы их сейчас примерно видим. Это район того же Орехова, район Вереновского выступа, район Терцона. То есть эти общие направления, они так и остаются одним из трагедий. Слушайте, ну с Вышками-Бойко действительно вышла самая интересная история, но и с тем, если представлять себе, как растягивается этот фронт от Вышек-Бойко и до Востока, это, конечно, выглядит абсолютно парализующей для россиян. Тем не менее, мы с Вами часто вспоминаем спецоперации Гуровцев, когда-то хвалим, когда-то критикуем, но вот у нас есть вот такая информация о том, что они вернули под контроль. С одной стороны, это действительно важное достижение, с другой стороны, мы понимаем, что у россиян все еще есть самые различные способы и методы, как наносить удары даже по тем территориям, которые мы возвращаем. Не исключением является и, например, остров Змеиный, потому что Украина подтвердила российские авиаудары. Ночью противник снова нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный. Я предполагаю, что и контролировать или как-то остерегать вышки Бойко тоже будет непросто. Что стратегически нам дает, если все равно, ну вот россияне, они используют свою авиацию, против которой мы не всегда, но довольно часто бываем бессильными? Ну, первое, сбросить корректируемую или планирующую авиабомбу и попасть в эту авиабомбу, это две разные разницы. Сбросить они действительно могут, у них проблема с попастью. Так как авиабомбы и все их оборудование, оно идет в основном по ГЛОНАССу, а там точности такой, как у ДПС координат, вернее у наших, те того оборудования, которое есть у нас, абсолютно нет. Поэтому в ту сторону они, конечно, могут запустить, а вот попасть практически нереально. По тем же вышкам Бойко этими авиабомбами нереально попасть, даже по Змеиному там тоже большой вопрос попасть по этому острову у россияна, тем более по тем укрепрайонам, которые есть на острове. Поэтому будут они, конечно, пытаться однозначно, но вот на этом как раз пытании мы уже несколько раз их ловили нашими зимно-ракетными комплексами. В районе Су-34 был сбит при попытке сбросить такую планирующую авиабомбу. В районе Венакиева несколько месяцев назад, работая на вскидку, так называемая ракетная засада. Пять бортов было положено в районе Клинцов, Брянской области, Су-34, Су-35, Три-8, тоже в таком же режиме работы на вскидку. Кто его знает, что гуровцы притянут на эти вышки? Они же затейники, они там могут туда не просто ПЗРК притащить, а притащат туда какой-нибудь кусок патриота и положат еще несколько Су-35, Су-34 российских. Это что его знает? Гуданов он хлопец тот еще, а Крым для него это одна из таких задач, а не наверное генетических задач как минимум у этого генерала. Потому, я думаю, высших бойков он только начал, даже еще и не начал, по крайней мере. Потому там будут точно зенитно-ракетные комплексы, там будут системы обнаружения и подводных лодок в том числе, там точно должны быть сонары. Раз туда гуровцы пошли, значит они потащили с собой сонары, они будут сейчас слушать море. Китов может не услышат, хотя кто его знает, какие сонары потянули. А вот подводные лодки и дизеля они точно услышат, ну и естественно корабли военные и суда сопровождение. То есть по большому счету эти вышки сейчас будут использоваться как такие передовые рубежи наши для обнаружения. Ну а дальше какими методами уничтожать то, что они обнаружат? ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДЕО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.